Недавно было проведено исследование в Центре библейского взаимодействия, в котором они изучили 40 тысяч человек в США в возрасте от 8 до 80 лет. Они хотели посмотреть, как мы взаимодействуем со Священным Писанием. И они узнали, что стало главным открытием этого исследования. Они этого не искали, но это стало главным пунктом исследования. Когда мы читаем Библию один раз в неделю, это может быть на воскресном служении, когда пастор говорит «Откройте вашу Библию». И мы слышим слово «один раз в неделю». Эффект был практически незаметным. И я объясню это скоро получше. Два раза в неделю. Эффект практически незаметен. Но читая три раза в неделю, виден уже другой результат, как сердцебиение, словно что-то произошло, как будто сердцебиение. Но было глубокое открытие, когда мы читаем Библию четыре раза в неделю. Эффект просто неожиданный. Вы ожидаете, что будет постепенное увеличение эффекта и результата, но в буквальном смысле это было один, два, три, четыре, и что-то радикально поменялось. Это очень интересно. Но на какие сферы это влияет? Чувство одиночества падает на 30%. Это читая Библию четыре раза в неделю. Проблемы с гневом падают на 32%. Горечь в отношениях, в браке, в отношениях со своими детьми падают на 40%. Алкоголизм на 57%. Чувство духовного застоя. Если я должен был выбрать одну сферу, когда общаюсь с людьми, когда они честны, если они чувствуют духовный застой, тогда нужно спросить один вопрос. Сколько времени вы уделяете чтению Слова Божьего? Читая Библию четыре раза или больше в неделю, это чувство падает на 60%. Контакт с порнографией на 61%. И если мы посмотрим на хорошие привычки, они начинают делиться своей верой больше, чем на 200%. Потому что вы уповаете на Слово Божье и увеличение ученичества на 230%. Это удивительно.